Если честно, Израиль, мне кажется, прокладывает, так сказать, дорогу к росту антисемитизма и, может быть, даже местами к оправданию нацизма, что очень страшно. Ну а насчет Третьей мировой войны, мне кажется, как раз столкновение на Украине, оно в этом смысле гораздо опаснее, потому что речь идет о ядерных державах, которые, значит, с одной стороны, Россия, которая напрямую вовлечена в войну, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки и НАТО, которые очень близко к вовлечению. Главное их преимущество в том, что они все проблемы переносят за пределы Штатов. И за пределами Штатов они могут позволить себе свободу рук. Там война, сям война. Для них это, условно говоря, и то приемлемый вариант, и это приемлемый вариант, потому что они несут потери. Все те, кто действительно всерьез озадачивался вопросом мировой власти, в итоге проигрывали. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Обострение арабо-исраильского конфликта, кроме того, что оно очередной раз показало всему миру, что любое такое обострение – это жертвы, в первую очередь человеческие жертвы, и среди мирного населения гибнут. Ничего не повинные люди, и с той, и с другой стороны. Что еще до вас лично скрыла эта ситуация? Честно говоря, ничего не открыл. В общем-то, все на самом деле достаточно предсказуемо, потому что этому конфликту уже много десятков лет. Ну да, сейчас такое довольно мощное обострение, но нельзя сказать, что оно беспрецедентное, потому что в конце концов была война судного дня, была шестидневная война, что только не было в прошлом. Поэтому ничего такого уж сильно удивительного здесь нет. Поэтому, если говорить о каких-то вечных смыслах, но они, опять же, достаточно очевидны. По большому счету, на Ближнем Востоке мы видим такое ветхозаветное отношение к жизни. Око за око, зуб за зуб. Вот вы у нас сто человек убили, а мы вас тысячи убьем. А мы вашим детям, так сказать, голову подрезаем. А мы всех ваших женщин изнасилуем. А мы вас тогда дома снесем. И этому, так сказать, клубку ненависти взаимной нет конца, и никто не хочет пойти на уступки, и никому никого не жалко, и так далее, и так далее. Но это не новость. С точки зрения арабо-израильского конфликта, но это тоже не новость. В 1947-1948 году ООН постановила создать два государства, потом в 1967 году там были изменения. Ну и, в общем, на самом деле, ВОЗ и ныне там. Поэтому, ну, можно какие-то сиюминутные отмечать особенности. Ну, например, скажем, американцы попытаются воспользоваться ситуацией для того, чтобы получить какую-то победу на Ближнем Востоке к выборам Байдена. Например, на Украине такого какого-то грандиозного успеха не получилось, а до выборов остается уже год. Вот в январе вообще-то, так сказать, праверис, да, эти внутрипартийные выборы досрочные, надо изобразить какую-нибудь победу. Вот сейчас давайте здесь изобразим и скажем, что благодаря нам, как бы, собственно, Израиль и демократия победили. Ну, это такая вот сиюминутная канва. Да, наверное, еще раз мы видим, что для американцев, так сказать, война – это способ получения прибыли и решения собственных проблем. Но тут тоже ничего такого, если честно, откровенно нового прям такого я не вижу. То есть это все вызывает сожаление и терроризм Хамас, так сказать, и жестокость Израиля. Но, в общем, в этом смысле здесь ничего нового, как бы, в этом мире не произошло. Высказывание нынешних израильских политиков, ну, честно говоря, можно действительно сравнить со сказанными нацистских лидеров по поводу евреев. Да, и здесь возникают вопросы, слушайте, ну, а вы правда, значит, за то, чтобы жизнь человека была превыше всего? Или вас это интересует только в применении к своим собственным интересам? Потому что вот это вот сравнение высказываний израильских лидеров и нацистского рейха и в состоянии Холокостя, они просто стали повсеместными. Если честно, Израиль, мне кажется, прокладывает, так сказать, дорогу к росту антисемитизма и, может быть, даже местами к оправданию нацизма, что очень страшно, и причем еврейские лидеры явно этого не замечают. Вообще, на мой взгляд, мудрость еврейского народа в свете нынешнего конфликта несколько преувеличенная оказалась, как минимум, да? Вот, как их, так сказать, да, вот это тоже эго такое, раздутое в отношении вот этой ситуации. Ну, опять же, здесь, когда вы спрашиваете, почему именно сейчас, мы с вами этого не определим, потому что есть целая, так сказать, куча теорий по поводу того, а почему вот это все происходит. У меня вот конкретного объяснения этому нет. Одни считают, что это чистая, вот это, так сказать, конспирология, что Хамас создан, как был самим Израилем, так сказать, а американцы, для американцев, значит, вот этот хаос, он выгоден, потому что, значит, они разрушают национальные государства, они же стимулировали в свое время и такой радикальный ислам для разрушения арабских государств на Востоке, там, правда это? Ну, может быть, отчасти правда. Другие говорят, что, значит, ситуация, она сложилась таковой, потому что Хамас решил сейчас привлечь внимание, потому что, так сказать, автономию палестинскую стали размывать, и фактически, как бы, вопрос о государстве палестинском, так сказать, отошел вообще на какой-то десятый, там, пятнадцатый план, но третьи это соединяют с интересами Турции, там, четвертые с конфликтами на Украине, мы с вами концов не найдем здесь. Я думаю, что причины, как обычно, у любого такого события, они такие многоуровневые, одной какой-то, одной какой-то конкретно нет. Просто для нас сейчас, да, это совпало с конфликтом, значит, на Украине, вот, и мы проводим параллели. Но я, честно говоря, вот такой прямой, вот, связи, если честно, да, вот такой прямой, вот, однозначной прямой связи между этими событиями не вижу. Другой вопрос, что кто-то может использовать это, да, как в приложении конфликта на Украине, так и в приложении, так сказать, конфликта в Израиле или Безневосточной ситуации, вот, и можно чему угодно найти объяснение. Но сказать, что вот, например, я, например, рискую там, условно говоря, дать им стопроцентно четкое определение, почему именно сейчас, ну, у меня такого определения, честно говоря, нет. Конечно, очень хочется, так сказать, оказаться невероятно умным, как бы, но мне кажется, такой ответ будет, ну, такой немножко притянутый за уши. Ну, да, вот говорят, что вот у Байдена завис пакет помощи Украине, и вот они решили сейчас пропихнуть одновременно пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, и это в пакете сделать легче. Но, значит, предположить, что ради этого, собственно, они как-то стимулировали Хамас, ну, если честно, мне кажется, это будет большая, большая натяжка. Ну, то есть, смысл в том, что есть ли всякие хитрые планы у закулиси всякого, которые все время реализуются? Есть. Но одновременно с этим есть и момент случайности, есть и момент человеческих ошибок, вот, есть и момент совершенно субъективных, значит, обстоятельств или их совпадений. Вот, и обычно в жизни все это перемешано в такой очень сложный клубок. Я думаю, здесь примерно то же самое. Тем не менее, когда это все начиналось, очень много звучало таких оценок, что вот, мол, все, здравствуйте, вот она третья мировая, вот она начинается. И почему так рассуждали люди? Потому что, смотрите, вот Иран, который сейчас вот-вот вступит, вот Турция, которая тоже не молчит по поводу этого конфликта. Но сейчас, вот, немного времени прошло, таких оценок уже нет. Мне кажется, это связано с тем, что в наш мир информации слишком большое количество людей стали заниматься непрофильной деятельностью. Все считают себя специалистами в политике, все все читают, все все смотрят, все дают прогнозы, каждому надо отписаться по какому-то вопросу. Ну, а понятно, что плохие новости, во-первых, лучше продаются, а во-вторых, как бы у многих действительно такое катастрофическое сознание в голове, усугубленное действительно сложными реально кризисными событиями. Ну, а вот чуть что-то, сразу конец света, апокалипсис. И вообще, ну, скажем так, с религиозной точки зрения, конечно, вот это все более и более частое упоминание апокалипса, конечно, о чем-то говорит. Но вообще-то это тоже стало расхожим словом. Посмотрите, в новостях там условно говорят «дождь пошел», как бы, да, прогноз погоды говорит «апокалипсис» на улицах там этого самого. Я вас уверяю, что когда начнется апокалипсис, конец света, вы этого не пропустите. Да, я вас уверяю, что вам не придется узнать об этом из новостей, вы сами поймете. Уж не говоря о том, что апокалипсис, переводи на русский, это откровение, а не конец света, да. Откровение Иоанна Богослова. Ну, а насчет Третьей мировой войны, мне кажется, как раз столкновение на Украине, оно в этом смысле гораздо опаснее. Потому что речь идет о ядерных державах, которые, значит, с одной стороны Россия, которая напрямую вовлечена в войну, с другой стороны Соединенные Штаты Америки и НАТО, которые очень близко к вовлечению в это. Там действительно, как бы, да, опасность достаточно серьезная. Что касается Израиля и всех этих угроз, там, условно говоря, Ирана вступить или ударить по Ирану, мне кажется, там больше слов. Здесь надо, на мой взгляд, ну, больше понимать Ближний Восток. Очень часто, еще раз говорю, да, люди, которые плохо в этом разбираются или разбираются по заголовкам, ну, начинают выносить суждения, свойственные их взгляду на жизнь. А на Востоке вообще вот эти вот обещания, так сказать, порвать, зарезать, так сказать, да, оторвать голову там, да, это обычное дело. Это обычное дело. Все сейчас вступятся, сейчас все арабы встанут, так сказать, да как они вступятся. Слушайте, таких случаев уже было навоз и маленькая тележка. Вот, однако, там того иного пятого не случилось. На самом деле, насколько я понимаю, ни Иран, ни многие другие не хотят как раз большой войны, потому что она им не нужна. А вот другое дело, если уж кто хочет конспирологической теории, что, возможно, кто-то пытался их втянуть в это дело, да, кто-то пытался это сделать, да, но вот пока ситуация немножко подвисла. Вот, собственно, и все. То есть, вот хаотизация процессов нарастает, это правда. Вот, но в том числе поэтому нарастает нервозность и огромное количество людей чуть что начинают пророчить третью мировую войну, конец света и так далее. Ну, к конфликту, который ближе для нас, ну, и, соответственно, и острее, и больнее конфликту на Украине. То положение дел, которое вот сейчас, когда, ну, так сказать, и не туда, и не сюда. Да, и вот сейчас осень наступает, и многие опять стали говорить, что вязкая земля, какие-то активные действия очень затруднены. Хотя, ну, вот если вспоминать Великую Отечественную войну, ну, на такие вещи, по-моему, мало обращали внимания. А если обращали внимания, то принимались соответствующие меры. Вот это положение дела, на ваш взгляд, долго продлится еще? Как мне кажется, опять же, я не в курсе этих всех тонкостей, да, я, так сказать, не имею никакого отношения там к принятию решений и какой-то там закрытой информации. Могу только со стороны на это смотреть, да. Но, как я понимаю, Россия не считает, так сказать, возможным переходить наступление, потому что это повлечет за собой, так сказать, очень серьезный расход ресурсов и предпочитает ждать. Предпочитает ждать в ситуации, когда украинское наступление удалось в целом остановить там, ну, как бы, больших успехов они все-таки украинские войска не достигли, да. И предпочитает ждать как изменения политической ситуации, так и изменения баланса сил. Вот что касается Украины, ее попытки наступать приводят к расходу большого количества, так сказать, ресурсов, к большим потерям. И она бы, может, и рада наступать, да не может, ну, не получается, вот. То есть Россия, наверное, могла бы, но ясно, что это будет связано с там, ну, очень серьезным ростом потерь, как бы, и сейчас она этого делать не хочет. Поэтому, как мне кажется, руководство просто выжидает, да, выжидает возможного изменения внешнеполитического фона и так далее, и так далее. А Украина хотела бы, да не может, хотя ее к этому подталкивают американцы, европейцы и все остальные. Вот, собственно, и все. А что касается сравнения с Великой Отечественной войной, ну, понятно, но там, как бы, ставки были другие. Это раз. Во-вторых, мотивация была другая. Это два. И в-третьих, там было задействовано, ну, кратно большее количество ресурсов, потому что в боевых действиях участвовали, там, десятки миллионов людей, да. Вот, собственно, и все. Ну, и уровень потерь тоже был кратно гораздо более серьезный. Но на такой уровень потерь, так сказать, да, сейчас, так сказать, никто идти не хочет, не может и не считает нужным и так далее. Поэтому сколько это прорлится, ну, трудно сказать. То, что американцы, например, будут как минимум поддерживать эту ситуацию, ну, точно совершенно до следующей осени, это 100%. Может быть, попытаются организовать еще одно наступление, там, весной, но, опять же, после провала, как бы, нынешнего наступления, летнего, это будет сделать сложнее. Это будет делать сложнее, в том числе по причине того, что, ну, человеческий ресурс истекает, да. То есть, вот, можно сколько угодно говорить, что у Украины есть, там, в запасе, там, такие-то подразделения, такие-то подразделения. Но мы видим, как одна за другой проходит волна мобилизации. Если бы все было нормально, они не понадобились бы, да, как бы, они были бы не нужны. Вот, Россия, так или иначе, как бы, да, вот, вроде бы, набрала, там, 300 тысяч человек по контракту и пока, как бы, да, пока, вроде как, готова, готова этими силами действовать. Я думаю, что, вот, Россия будет делать то, что называет Путина активной обороной. Украина будет говорить, что наступление идет только медленно-медленно, как в том старом анекдоте, так сказать, крокодилы, если летают, то незаинька-незаинька. Вот, примерно вот так вот оно, собственно, и будет. Плюс, тут же учтите, например, в марте месяце выборы президентские. В марте месяце президентские выборы и в России, и на Украине. А осенью президентские выборы в Штатах, да, то есть, как-то эти даты могут повлиять? Ну, наверное, могут повлиять. Наверное, могут повлиять. Я думаю, что, например, скажем, Путин, скорее всего, не будет делать резких движений до выборов, да, как бы, Зеленский, наоборот, будет пытаться что-то продемонстрировать до выборов. Вот, а Байден будет в любом случае толкать, значит, Зеленского в спину тоже до выборов осенних, чтобы получить что-то, да, к своим, так сказать, к своим выборам. Причем, ну, если говорить о Путине и Зеленском, я думаю, так или иначе они переизберутся. Вот, а что касается Байдена, то там ситуация пока, так сказать, не очень понятная. Надо сказать, что его ставки в этом смысле даже в чем-то, даже, ну, может быть, в чем-то выше, чем, например, скажем, у Путина и даже у Зеленского. Если отбросить вот фактор выборов, да, который действительно так или иначе будет играть, конечно, свою роль, вот вы упомянули о том, что Россия будет дожидаться изменения баланса сил некоего. Как должен вот поменяться этот самый баланс, чтобы поменялась ситуация и на линии боевого соприкосновения, ну, или сама линия изменила свою конфигурацию? Ну, очень трудно сказать, я еще раз подчеркну, что здесь вот не готов там ни за кого отвечать, потому что, когда эксперты, там, политологи начинают корчить умные рожи и делать вид, что они, так сказать, да, где-то там, какую-то имеют специальную информацию, там, чуть ли они не под столом сидят угловнокомандующие, ну, мне это смешно, вот, если честно. Поэтому, по большому счету, каковы планы, там, Путина или каковы планы его окружения, там, я не знаю, поэтому, чего он будет ждать, так сказать, или чего он ждать не будет, я не знаю и, сказать, не могу. Потому что, там, многие решения для меня, скажем, там, тоже являются не до конца понятными, то есть, а если и понятными, то объяснение их довольно, так сказать, странное. Вот, поэтому, что там будет, как там, так сказать, главнокомандующие распорядиться, честно скажу, как бы, да, я не готов строить эти планы за это самое, за наше руководство и давно уже, так сказать, не, это самое, опасаюсь любых подобных прогнозов в стиле, ну, Россия тогда сделает вот так вот, ну, мы тогда сделаем вот так. Я не знаю, как сделает Россия в лице ее властей, просто не знаю. Вопрос в том, так сказать, как должно быть, ну, должен быть в любом случае, так сказать, некий результат, который можно подать как успех. Какой он будет, там, в идеале, естественно, это, нам, условно говоря, смена власти на Украине, как бы, и отказ Украины от движения в блок НАТО. Но возможно ли это, реально ли это, какие-то должны для этого сложиться условия, ну, это можно бесконечно рассуждать, и все это будет перемалывание, так сказать, переливание из пустого в порожнее. От выборов на Украине можно ожидать каких-то сюрпризов, на разгляд? Думаю, что нет. От выборов в России нет смысла ждать сюрпризов по одной простой причине. Понятно, что Путин просто не может сейчас уйти, да. Суть даже не в том, что нет фигур, сопоставимых с Путиным, а суть в том, что, как бы, ну, начав вот эту специальную военную операцию, он должен ее закончить. Да, и это совершенно очевидно. Он не может просто сказать, ну, ладно, так сказать, вы тут дальше разбирайтесь, я пошел, да. Вот ясно, что этого не будет, да, поэтому, как бы, его переизбрание там вопросов не вызывает. Что касается Зеленского, у него, конечно, ситуация гораздо сложнее, потому что он подходит к выборам на достаточно сложном фоне. Они слишком много, значит, слишком серьезно заложились на успех летнего наступления. Успеха этого нету. Приходится проводить, так сказать, очень жесткие мобилизационные мероприятия. Первое. Второе. Очень сильно они зависят от западной помощи, а эта западная помощь подзависла. Вот если американцы, так сказать, сейчас не пропихнут, если Байден не пропихнет, этот пакет 106 миллиардов, да, ну, непонятно, что будет. Да, дальше довольно серьезная, так сказать, будет ситуация неприятная для Зеленского. Вот, но я думаю, что немытьем-то катанем, как бы, да, он изберется. Потому что, на самом деле, все более-менее серьезные, как бы, противники давно уже закатаны в асфальт, убиты или выдворены из страны. Но есть только Порошенко, который там маячит, как бы, да, на таких же позициях и говорит, что он лучше Зеленского. Но сделает ли сейчас, например, скажем, штатая смену здесь ставок, думаю, что нет. Думаю, что не сделает, поэтому как-нибудь эдак, так сказать, сяк нарисуют. Потому что, на самом деле, той ситуации с выборами, которая была когда-то на Украине, ее давно уже нет. В реальности на Украине существует военная диктатура. Вот опять там нравится, не нравится, как хотите, но это реальность, так сказать, это военная диктатура. При всей несамостоятельности Зеленского, при всей, там, может быть, легковесности его фигуры, но это военная диктатура, которая держится на поддержке НАТО. Поэтому уж выборы не изобразят. Поэтому здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос в том, американцы решат, что должны быть выборы или не должны. Например, если выборы должны быть, да, ну, у этого какие аргументы? Аргументы, что пусть все видят, что Зеленский легитимный президент, что он демократически избранный, что, так сказать, вот народ Украины, несмотря на все тяготы и лишения, подтверждает свой выбор. Ну, вот картинка такая понятная, выгодная, да. Дальше можно с этим работать. С одной стороны. Ну, с другой стороны, вот, например, если сидеть там чисто, так сказать, как какой-нибудь аналитик ЦРУ сидел бы, но теоретически можно и подвесить Зеленского. Взять и, например, насоветовать ему не проводить выборы сейчас, да, в связи, там, условно говоря, с военной ситуацией, как бы взять и отложить их, да, тогда легитимность Зеленского становится половинчатой, а его управляемость и зависимость от внешних, значит, этих самых рычагов еще больше. В этом случае чего, как бы, от него и избавиться не страшно, потому что, ну, а что, он вот непонятно, свою, так сказать, эту самую, свой срок выборов отсидел, а дальше неизвестно что. То есть, грубо говоря, вопрос в том, как бы, да, как штаты решат, что делать. Я думаю, что они будут склоняться, конечно, к переизбранию Зеленского, и я не верю ни в какую замену Зеленского на еще кого-нибудь, но вот думаю, что он изберется, но просто с большими проблемами, потому что придется, конечно, там, видимо, им, значит, потрудиться, так как фон, на самом деле, становится хуже, а не лучше для него. Если в России, например, самый неблагоприятный фон, на самом деле, был в период мобилизации, да, вот осенью прошлого года, да, больше всего было, значит, всяких тревог, больше всего было страхов, больше всего было какого-то такого, так сказать, осеннего, осенней неуверенности и так далее, и так далее, то сейчас, когда санкции, на самом деле, там, экономику не обрушили, наступление украинское не прошло, западная техника, значит, чудодейственного результата не дала, второй волны мобилизации нету, да, для Путина более, более, так сказать, стабильная ситуация, это совершенно очевидно, поэтому у него проблем не будет, для Зеленского как бы все наоборот, вот все равно наоборот, западная техника, на которую так полагались, значит, не помогла, наступление, которое так развлекомировали, так сказать, не удалось, помощь зависает, теперь грибут всех подряд, включая, так сказать, женщин, так сказать, и говорящих собачек, как бы, да, и дальше конца и края этому не видно, все темнее и темнее, все мрачнее и мрачнее. Очень много шума наделало в западной прессе последняя встреча Путина и руководителя Китая. Прямую пишутся, что это очень опасно для Соединенных Штатов, в чем эта опасность, на ваш взгляд? Я не знаю, пусть американцы думают, в чем опасность, мне кажется, они тоже, мы иногда переоцениваем их там, знаете, какую-то хитромудрость, как бы, вот они там, вот американцы сказали, то американцы сказали, все, американцы тоже всего лишь люди, вот они могут ошибаться, у них очень большая машина, она периодически пробуксовывает, главное их преимущество стоит в том, что они все проблемы переносят за пределы Штатов, и за пределами Штатов они могут позволить себе свободу рук, да, там, там война, сям война, для них это, ну, условно говоря, и то приемлемый вариант, и это приемлемый вариант, да, потому что они несут потери, а они только считают дивиденды военно-промышленного комплекса, поэтому, мне кажется, у них иногда мы переоцениваем вообще их контроль за ситуацией, как бы, их вот такую, так сказать, системную проработанность всего, что у них происходит, поэтому, что там пишет пресса, там, ну, пресса написала, что это вот такая опасность, там, кто-то из экспертов что-то сказал, да, вот, есть ли это опасность или нет, это такая вещь ситуативная, да, скандальная, скажем, да, но, если говорить в долгую, то, первое, Штаты проиграли Россию, это правда, потому что, конечно, главный приз холодной войны, да, было не только распад Советского Союза, но и сама Россия как подконтрольная территория, Россию как подконтрольную территорию они потеряли, а вторая потеря, это Китай, значит, попытки тоже сделать Китай, так сказать, партнером, они тоже провалились, да, и провалили их, в первую очередь, демократы из Байденовской партии, ну, а потом уже, так сказать, естественно, там все остальные, вот, вот, поэтому вот это является данностью, это более долгосрочная тенденция, это так, и на этом фоне американцы много десятков лет говорят о том, что нельзя допустить сближение России и Китая, но делают по факту все, чтобы это сближение состоялось, и оно происходит, вот, а конкретные там встречи Си Цзиньпиня или там Путина, мне кажется, тут тоже больше шума, они говорят, вот это вот первый визит Путина с момента начала на специальной военной операции в крупную такую вот страну, ну, ну и что, подумаешь, они думали, что его не будет, что ли, или что, значит, китайцы от этого откажутся, но это было смешно, понятно, что он полетит туда, было сразу ясно, понятно, что этот визит готовился, понятно, что китайцы демонстративно встретили его, так сказать, вот так вот, очень хорошо, и назвать это неожиданностью, ну, это как-то странно, да, поэтому я думаю, что в целом этот визит ничего не изменил, другой вопрос, что тенденция для американцев действительно плохая, действительно плохая, они проиграли, значит, борьбу за ценностное идеологическое лидерство, и теперь Запад окукливается, фактически огораживает себя и своих союзников, и постепенно дело идет к тому, что, значит, западная цивилизация против всего остального мира, и это, на самом деле, большая неудача, потому что настоящей победой штатов было бы полная и искренняя солидарность всего мира с ценностями судебных штатов Америки, а этого они добиться не смогли, в том числе, в первую очередь, из-за своей, мне кажется, узколобости и наглости, так сказать, и хамства. Ну, видите, все это время демонизировали Россию, демонизировали, демонизировали, а сейчас уже, получается, возник новый такой, сам себя стал демонизировать Израиль, тут такое раздвоение у них тоже сложное очень. Не то, чтобы он сам себя демонизировал, просто мы на какое-то время забыли, как бы, да, я вам напомню, там, да, значит, эти тези советской пропаганды, как бы, израильская военщина, значит, оголтелый сионизм там, и все, что с этим связано. Просто мы погрузились вот в эти 30 постсоветских лет, ну, условно говоря, в попытку все это забыть, да, и сделать вид, как будто этого не было. Но это, знаете, как в том вот старом анекдоте, таком позднесоветском, постсоветском, там, знаете, все, что газета «Правда» писала нам про коммунизм, оказалось враньем, но все, что газета «Правда» писала нам про капитализм, оказалась «Правда». Вот, собственно, и все, да, поэтому мы вот в этой ситуации находимся. Мы долгое время сами себе, так сказать, рассказывали сказки про то, что на самом деле все не так, как было, но жизнь сложнее. Что-то не так, как было, а что-то именно так, как было. Именно так, как, так сказать, нам, собственно говоря, это объясняли. Поэтому для арабского мира Израиль демонизирован уже много-много десятков лет подряд. Для них это вообще не новость, да. Новость является, заключается вот в чем. Новость заключается в том, что, например, а, значит, в Америке и Европе появились с тех пор огромные мусульманские диаспоры. Просто огромные. Поэтому там 30-40 лет назад Европа и Америка, они таких проблем с мусульманами не имели. А теперь будут иметь, благодаря собственной миграционной политике, да. Например, это первое и самое, так сказать, тяжелое для них, самое важное. Это, фактически, так сказать, у них внутри, да, как бы оппозиция у них внутри находится, да. Второе, нынешнее, так сказать, положение Израиля фактически разрушило любые ситуативные союзы Америки с арабами. То есть, если раньше в Америке там с этими государствами там были отношения, так сказать, конфликтные, а вот зато с этими были союзнические. Но теперь по вопросу этого никто из арабских государств с американцами не готов соглашаться. Ну и третье, но это уже вот в меньшей степени, это касается России, да, потому что Россия довольно долго после распада Советского Союза, она с Израилем пыталась выстраивать, ну, максимально такие, так сказать, дружеские отношения. А сейчас она, значит, отчасти вынуждена, отчасти, так сказать, совершенно осознанно занимает, скорее, проарабскую позицию. Ну, точнее, так сказать, позиция такая простая. Мы против терроризма Хамас, но, значит, мы не можем поддерживать Израиль. Это связано с целым рядом обстоятельств. Первое, то, что действия Израиля действительно вызывают, честно говоря, так сказать, оторопь, да, у многих, и высказывания его политических деятелей, там, совершенно какие-то человек ненавидческие. Второе, американцы и все НАТО вступились за Израиль, как бы говорят, что это главный их союзник, а у нас с американцами и НАТО, ну, откровенно, отношения балансируют на грани войны. И третье, на самом деле, это отношения Израиля к украинской ситуации. Если бы Израиль хотел бы изменить ситуацию на Украине, у него есть масса рычагов влияния на эту ситуацию. И было раньше, и есть сейчас. Но они ничего не делают. Они ничего не делают. Более того, местами, так сказать, даже высказывают такие неявные симпатии в отношении власти на Украине. Понятно, что российское руководство это не может не замечать. Вот, и я думаю, что это тоже наложило отпечаток. Поэтому, так сказать, Израиль в этом смысле и не надо даже ничего тут придумывать. Вот, просто ситуация сложилась, складывается явно не в его пользу. Но это еще раз повторяю, здесь общая тенденция такая. Большую историю за искреннее лидерство в мире американцы проиграли. Парадоксально, но несмотря на распад Советского Союза и благо стран, они проиграли эту историю. Они не смогли вытянуть ее. Им не хватило ни души, ни ума, ни сердца для того, чтобы ее вытянуть. А теперь начинается ситуация, когда западный мир окукливается срочно. И начинается такая война западного мира со всеми остальными. Где-то более горячая, где-то менее. Но факт тот, что они ни в коем случае не готовы принять ситуации нарождающейся многополярности и идут везде на конфликты. Тогда, если вы нас не любите, если так по-простому, американцы фактически говорят, если вы нас не любите, мы будем устраивать вам проблемы везде. И всем. России, Китаю, Ближнему Востоку. А вы расшлюбите эти проблемы, а мы будем зарабатывать на этом деньги. Ха-ха-ха. Но это ха-ха-ха не очень хорошее, потому что, если в долгую смотреть, это, конечно, путь под уклон для лидерства западной цивилизации. Потому что лидерство с точки зрения у нас больше денег и оружия, поэтому мы будем создавать вам проблемы. А вы что хотите, то делайте. Это не лидерство называется. Это называется не лидерство, это называется серьезный конфликт, и еще неизвестно, чем он для них кончится. Ну, американцы, кстати, не считают, что они проиграли. Вот из последнего, то, что говорил, например, их президент, что да, нужно новый миропорядок строить, но при условии лидерства Америки. Ну, он еще не считает. Это можно, конечно, относиться, ну, как к какому-то там, понимая, что выборы скоро, и отнести на это. Естественно, Байден не может сказать, что они вообще хоть что-то проиграли. Он вообще тут в последнее время включил, так сказать, типа такого, значит, борзого молодого человека, да что нам две войны, да давай нам три войны, да мы четыре потянем, так сказать. Ну, это же просто бравада. Это же совершенно дешевая вещь, там, и это все понятно. Это первое. Второе, я говорю о таких вот, ну, тенденциях, условно говоря, измеряемых столетиями, а не там каким-то срокам Байдена или еще что-то в этом роде. Я говорю вам о процессе, который там, условно говоря, там, ну, вот начался, условно говоря, в 80-х, да, вот, и когда действительно, значит, штаты были на пике популярности, в том числе там масс-культурно-идеологическое и прочее-прочее там, да, самый пик был, условно говоря, конец 80-х, там, начало 90-х, да, и про то, что вот в течение 30 лет они скорее пошли под уклон, и впереди там, условно говоря, лет на 50, скорее всего, это будет уклон, да, но в лучшем случае они построят такой, знаете, огороженный высокими стенами бастион западной цивилизации, но это не есть победа, и это не есть власть над миром, вот власти над миром, как бы, у них больше нету, и скорее всего не будет, вот в чем дело, но понятно, что они вам ни за что в жизни не признаются в этом, потому что из этого надо делать выводы, поэтому, да, они сейчас будут говорить, да мы, да это, Байден говорит, новое, так сказать, будет мироустройство, ему надо чем-то заразить публику, сам он старый, как бы, да все, уже это еле ноги двигает, ему надо в дихотомию, это как любой политтехнолог предвыборный, он скажет вам, значит, выделяются недостатки кандидата, для того, чтобы их погасить, выстраивается такая, такой, так сказать, визуальный, риторический, так сказать, ряд, да, событийный ряд, который гасит, закрывает, или там перекрывает все его недостатки, вот это одно из этих, это простая технологическая штука, вы говорите, что Байден, он же ничего не может, да, его на это самое, еле ноги волочит, а вот смотрите-ка, он и две войны потянет, как бы, но сейчас новый мировой порядок, что он там будет делать, доживет ли он, это другой вопрос, но сейчас надо вспудоражить, там, условно говоря, его потенциального избирателя, заразить его какими-то перспективами, открыть ему там будущее. Если говорить о власти, о власти над миром, вообще, на ваш взгляд, это достижимая вещь, или это такое, из области сказок, или фантазии? Я вам так скажу, я как человек верующий, так сказать, читавший откровения Иоанна Богослова, думаю, что в какой-то момент, наверное, это достижимо, да, но даже у Иоанна Богослова говорится о том, что ненадолго, вот, и потом, как бы, дорухнет. В практической плоскости, вот в наше историческое, так сказать, что называется, бытие, я думаю, что это вообще вещь неосуществимая. Более того, посмотрите, как бы, да, ну, если так даже просто вот по верхам пробежаться по мировой истории, все те, кто действительно всерьез озадачивался вопросом мировой власти, в итоге проигрывали. В итоге проигрывали, как бы, я думаю, что такая же участь на данном, по крайней мере, этапе постигнет и Запад. Вопрос только в том, насколько это растянется и в какой форме это будет реализовано. Все вот эти попытки, значит, всех людей сделать одинаковыми, все попытки, так сказать, всех построить там в трусах на подоконнике и всеми управлять, они просто не способны быть обеспечены ни идеологически, ни ресурсно, ни военным даже путем, ну, просто никак. Да, и сейчас мы это уже видим. В 90-е годы еще можно было бы для тех, кто по верхам, так сказать, скользил, сказать, ну, вот смотрите, все, как бы, вся власть над миром у американцев, просто она другая. Да, она вот по-другому реализуется. Сейчас уже это не так. Уже сейчас это не так, хотя по историческим меркам прошло совсем немного времени. Иногда, вы знаете, читаешь, так сказать, какую-нибудь там энциклопедию историческую или какие-то там исторические труды, и там, условно говоря, там период 100 лет. А в эти 100 лет почти ничего не произошло. А здесь, на самом деле, ну, просто переполнено событиями, и для Запада пик его, как бы, власти, который пришелся, на мой взгляд, ну, условно говоря, на конец 90-х, начало нулевых, ну, там, скажем, там, с начала 90-х до начала нулевых, вот 10 лет, все, они его прошли. Причем, на мой взгляд, они его бездарно разбазарили. Вот, на мой взгляд, они его бездарно разбазарили. То есть, кредит доверия действительно был огромный в какой-то момент, да, и они этот кредит просто совершенно бездарно разбазарили, разменяли его на какие-то поделки, финтифлюшки, погрузились в этот гедонизм, потребительство, какие-то, ну, мягко говоря, сомнительные ценности там, да, чем отвратили от себя миллионы и миллионы людей, да, ну, и все. И они проиграли этот успех. Они сейчас не готовы это признать. Признание придет, я думаю, к следующему поколению политиков, это признание придет, ну, условно говоря, лет через 15, может быть, 20, да. Вот эти нынешние люди, которые застали распад Советского Союза, они от этой победы не откажутся, они считают, что они победители. Следующие будут думать. Вот это совершенно точно. Я думаю, что власти над миром в том виде, в каком они когда-то мечтали, им не светит. Но они, конечно, технологически будут успокаивать себя тем, что у них все равно есть власть, но она просто по-другому реализуется. Я бы сказал так, это уже не власть, это влияние. Это не одно и то же. Влияние у них есть, несомненно, но власти, как таковой, полноценной власти у них уже нету. И если она и была, то это был очень-очень короткий период. А вот когда начнет увидать, так сказать, зеленый доллар, тогда даже и влияние начнет идти на убыль. А он будет увидать. Никуда совершенно от этого не деться. Потому что американцы не могут больше предложить ничего привлекательного. Доллар стал, так сказать, инструментом наказания. Они разрушают институт банковской тайны, они используют доллар в качестве наказания, они используют долларовые платежи для отслеживания информации по вам, они начинают людей давить долларом. То есть, когда доллар был действительно как бы такой универсальной платежной единицы, вот эти времена тоже прошли. А теперь он становится больше кнутом. Поэтому тоже для доллара как бы постепенно, постепенно, не буду говорить там быстро, но постепенно он будет уходить. И потом даже просто обычная вещь. Значит, почему американцы не хотят дальнейшего роста Китая? Потому что чем больше будет Китай, тем больше будет весить юань, и тем меньше будет весить доллар. Вот, собственно, и все. Но дело в том, что они уже не могут ничего сделать с этим. Но действительно, устроить Третью мировую войну, уничтожить Китая, Россию, условно говоря, поставить на колени всех остальных. Тогда и себя уничтожить. Что ты делаешь? Если бы у них был односторонний инструмент такой, они давно бы его применили. Но ситуация состоит в том, да, и здесь вот эта гонка с гиперзвоковым оружием и всем остальным, что у них нет такой возможности. И я надеюсь, у них такой возможности не будет. А рисковать собой, ну, они не готовы. Вот они, так сказать, это вот русские могут там, вы отрежьте, так сказать, голову отрежут, я полено привяжу, как бы, да, вот мы можем, да, так, наверное, безбашенно собой пожертвовать. Они нет, не могут, потому что это цивилизация потребления удовольствия, гедонизма. Если я должен ради всего этого, так сказать, пожертвовать башкой, нафига нам не надо? А когда я буду получать удовольствие? Так сказать, когда же мне жить, так сказать, пить, есть и все остальное? Да когда мне получать, ну, весь этот кайф, так сказать, от жизни, если вы хотите, чтобы мы все сгорели? Ради чего? Вот так. Поэтому я думаю, что мировая власть в этом смысле, она потихоньку уходит из их рук. Другой вопрос, и она, скорее всего, неосуществима. Может, на другом каком-то витке вернется, опять какие-нибудь там, не знаю, сейчас какой-нибудь халифат, там, например, мировой, там, да, начнут пытаться строить. Вообще, там, условно говоря, там, дьявол с этими идеями заходит периодически, только просто меняется цвет знамени. В руках у разных людей меняется, так сказать, цвет знамени. То такой цвет знамени, то такой вот, дайте нам мировую власть над всеми. Плохих людей мы всех убьем или заставим быть с нами, а хорошие люди, так сказать, построят счастье. Вот не было этого и не будет никогда. Вот на мой личный взгляд. Поэтому и у Запада это тоже не получается уже. Вопрос только в том, что это может растянуться очень надолго и может иметь, конечно, массу таких вот всяких болезненных последствий в виде войн, кризисов и всего остального. Да, самое обидное и самое горькое в том, чтобы в очевидных этих вещах, в общем-то, убедились и все, почему-то нужны человеческие жертвы, причем в огромных количествах. Вот этого, к сожалению, пока не научилась наша цивилизация, я имею в виду всей планеты Земля, как-то избегать при решении тех или иных вопросов власти или так далее, и так далее. Ну, не знаю, может быть, когда-то научатся. Спасибо вам огромное, Сергей, за этот разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!